Здравствуйте, мои дорогие прекрасные друзья! У нас сегодня тема «Эмпаты». Я вижу большой спрос на эту тему, потому что, когда публикуются посты про эмпатов, много реакций. И люди спрашивают, как с этим жить, как себе облегчить проживание и так далее. Поэтому поговорим сегодня об этом. А у меня, если я вдруг буду визжать как сумасшедший, у меня здесь как бы ситуация жук. Я не знаю, его видно или нет. Ситуация жук, он огромный. И, в общем, он никуда не хочет улетать, но он вроде не опасный. Но проявим. Я, как эмпат, чувствую, что он просто сушится после дождя рядом со мной. Так, значит, ребят, прежде чем мы приступим непосредственно к самой теме, я буду делать такие небольшие введения к видео, к эфирам, если вдруг кто-то будет смотреть в записи. Потому что очень много людей, новая волна. Я, потому что общаюсь со многими, уже с вами все темы обсудили, и вы уже все прекрасно знаете. А тут оказывается свеженький урожай. И, может быть, не совсем понятно, о чем мы здесь с вами разговариваем. В общем, ребят, кто, если новенький, свеженький, пупсик, смотрите, пожалуйста, вкладку в актуальных, если вы в Инстаграм, обо мне. Вы узнаете обо мне, чем я занимаюсь. И смотрите всегда вкладку IGTV, там всегда подряд все эфиры. Все эфиры, все темы, в общем, там вы увидите всю информацию. Если кто-то на YouTube, то, в общем, там заходите в вкладку видео, или смотрите, в общем, ищите, включайте навыки самостоятельного поиска, и все будет хорошо. Второй момент. Ну, естественно, всем, кто с нами давно, большой привет. И особый лучик. Особый лучик для тех, с кем мы уже братья и сестры. Ну, со всеми братья и сестры, но этих братьев и сестер я уже хорошо знаю, так скажу. Так, и я сейчас выставляю намерение перед каждым эфиром, чтобы все, у кого, в общем, там, давайте будем заменять слово сущности и паразиты, на маятники, мне понравилось, как Вадим Зелот их называет. Если у вас там, значит, они активизируются, на что-то там сильно реагируют, у вас сейчас срочно находится какое-то дело очень важное, и, в общем, у вас нет возможности ни на странице на нашей проводить времени, ни, в общем, эфир смотреть. Вот, и всем будет хорошо и добро, потому что, да, переходя плавно к следующей части, ребят, я удаляю прям комментарии не только негативного характера, но и бессмысленные комментарии, которые не носят в себе никакой смысловой нагрузки. Ну, это, знаете, как нужно всем нам учиться думать по сути и говорить по сути, потому что комментарии типа, например, Вадим Зелот с Ориона, и что? И вы либо какой-то развернутый комментарий пишите, и, опять же, содержательного характера, не содержащий в себе никакого газлайтинга, какой-то манипуляции, какой-то скрытой агрессии, учитесь формулировать, пожалуйста, потому что все комментарии, которые выражают какую-то альтернативную точку зрения и написаны нормальным, человеческим, проснувшимся языком, они все всегда на месте, а те, что содержат в себе вот эти вот маятники, я их удаляю, и мне, честно, нейтралитет абсолютно, как вы к этому относитесь, потому что страница это все-таки, это наше пространство, здесь наши правила, поэтому публикуйте у себя в своем пространстве что хотите, и, в общем, там ваши правила будут действовать, договорились? И что еще хотела я здесь сказать, что... Ну, в общем, кто, у кого лишний раз, кому хочется, вообще, у меня к комментариям, знаете, какое отношение, что это такая бессмыслица, в принципе, функция комментариев, потому что мы не видим друг друга, с помощью комментария практически невозможно, ну, хоть какую-то информацию донести, и я комментарии чувствую, ребят, то есть я энергетически всегда отвечаю прям благодарностью за любой комментарий, и за негативный в том числе, и когда я удаляю, я всегда проговариваю, благодарю за то, что у меня есть сейчас рост в том, что я перестала на эти маятники реагировать так, как я реагировала раньше, поэтому для меня круто, это наша закрытая страница, это наши чаты, где мы друг друга видим в лицо, и мы дискутируем на разные темы, на разные точки зрения, а вообще в любых там, в YouTube и в Instagram и везде комментарии, это какая-то, в общем, специально, мне кажется, выдуманная история для того, чтобы у кого там этих паразитов бомбит, чтобы им было где накалякать, вот, а те, кто хорошие комментарии оставляют, там еще что-то, классно, и, в общем, я это делаю вот так в душе, потому что и на классные комментарии печатать благодарю, и сердечки там слать, все это, в общем, ну, я энергетически на это отвечаю, в общем, не вижу в этом никакой эффективности, в общем, текстово переписываться, у нас такое количество этого текстового цифрового общения, что, в общем, как все построено, увидел пост, связонировало классно, кому-то отправил, кому-то пригодилась информация, поделился у себя в сторис, но вот именно сама история, вот это вот, писать там, ну, сама история обсуждения под постом и со мной не отзывается, в общем, я не считаю это вообще неэффективным, ничем, вот, это такое у меня было вступление, и давайте с вами пообщаемся на тему эмпатии, и первое, что я хочу сказать, ребят, по традиции, кто новенький, у нас по традиции так, мы, значит, я первую часть выдаю теоретический материал, как бы подборку информационную, что-то, что может быть для вас полезным, и потом во второй части я читаю все комментарии, все вопросы, и мы с вами вместе общаемся, поэтому по традиции вопросы, комментарии пишите, потом, когда я закончу, мы с вами приступим к обсуждению, да, полезный напиток. Ну, поехали. Во-первых, эмпаты – это не что-то экстраординарное. Мы, по сути, все эмпаты, поэтому мы с вами еще сейчас по ходу будем к этому более активно обращаться, что эмпатия – это свойственно любому человеку, у которого есть душа. Другой момент, что эмпатия может быть, так скажем, ну, то есть человек осознает, что я, что у меня есть этот, да, ну, так скажем, дар или свойство кто-то, да, эмпаты, которые уже осознанные, они уже начинают воспринимать это как дар, эмпаты, которые только-только духовно пробудились, прошли через, да, через многие стадии пробуждения, а многим это сложно. И некоторые эмпаты, которые пока еще не совсем понимают, как с этим даром можно работать, как, какими техниками пользоваться для того, чтобы это не мешало проживанию, да, многие эмпаты начинают активно использовать у сознания жертвы, и, в общем, да, и вообще, в принципе, все проблемы своей жизни списывать на то, что я эмпат, и я чувствую боль всех людей. В какой-то степени это правда, и мы с вами сейчас тоже позже к этому обратимся. Значит, смысл какой, что эмпаты – это все мы. Эмпатия свойства может быть открыто у абсолютно каждого человека, у которого есть душа. Мы с вами, ребята, здесь не говорим про запрограммированных биомассовых всяких разных созданий, потому что, да, в общем, есть также те, кто пошли вниз, да, и те, у кого, возможно, эмпатия когда-то была, но при негативной поляризации это свойство можно, ну, так скажем, ну, вообще при негативной поляризации большая часть духовных, душевных качеств начинает, ну, раз растворяться, утрачиваться, потому что тело занимается, ну, астральной сущностью, и, да, маятником, и все. В общем, мы сейчас говорим о тем, о тех, кто позитивно поляризуется, и у кого это чувство есть. Кто такой эмпат, да, это человек, который впитывает эмоции других людей или групп, да, и одиночки, да, так скажем, короче, индивидуальные и коллективные эмоции, да, и переживает эти эмоции так, как если бы они были бы их собственными. Вот что значит эмпатия. То есть здесь очень много есть нюансов именно в, например, там, да, что такое эмпатия и сопереживание, сострадание. Здесь есть немного разные, ну, такие, так скажем, иночтения, потому что не всегда эмпаты могут свой дар использовать во благо. Например, да, чувство сострадания, оно всегда несет в себе позитивную коннотацию. Эмпатия может иногда быть вообще нейтральной, да, то есть я знаю, что тот человек испытывает, и, например, я понимаю, ну, пропускаю это через себя, но, например, там, ну, так скажем, понимаю, но не сострадаю, например, или не жалею. Поэтому здесь это важно нам понимать. Значит, какая у нас наука стоит за тем, да, и вообще, в принципе, научное обоснование того, что это реальность, что это никакая не придумка и это никакая не тумба-юмба. Многие научные исследования показывают на то, что... о том, что мы существуем как зеркальные нейтроны. Что это значит? Что при открытии зеркальных нейтронов было, так скажем, выявлено, что принимает один нейтрон, принимает и другой. Так как мы с вами все связаны, да, и сегодня мы, например, делали пост про эфир, что все мы взаимосвязаны, естественно, мы при более, так скажем, тонком проживании, естественно, начинаем проживать и чувствовать эмоции и переживания других людей. Значит, по сути, у нас у всех в мозгу есть набор нейронов, да, не нейтронов, а нейронов, я могу иногда заговариваться. Нейронов, нейронные связи. По сути, у всех у нас есть нейроны, которые срабатывают всякий раз, когда мы становимся свидетелями того, что чувствует или переживает другой человек. Эти зеркальные нейроны помогают нам учиться с помощью подражания, да, например, когда мы молоды, мы в первую очередь учимся говорить и вести себя, подражая своим родителям, братьям, сестрам. Зеркальные нейроны играют определенную роль в нашем биологическом росте и выживании и создают нейрофизическую связь между нами и другими людьми. Вот как научно обосновывается, в принципе, да, основа эмпатии. Поэтому эмпатия может, ребят, также, как я уже сказала, быть не всегда позитивно поляризованной. И мы с вами позже еще раз на этом подробно остановимся. Какие признаки того, что, не то, что, ну, опять же, мы все эмпаты. Какие признаки того, что вы начинаете это чувство осознавать, да, что вы понимаете так, похоже, я эмпат, да, похоже, у меня вот это чувство начинает развиваться. Какие признаки? Склонность впитывать чужие эмоции и даже физические ощущения, как губка. Эмпаты часто чувствуют даже на физическом уровне, особенно у кого там сильная связь с семьей, с партнерами, с детьми, могут физически на себе ощущать страдания и боль другого человека. Следующий признак – это сильные интуитивные способности или ясновидение. Далее, необъяснимые колебания эмоций, внимательность к нуждам других, очень интенсивная чувствительность, высокая креативность, неспособность наблюдать за насилием и вообще любые виды насилия, склонность к тревоге и зависимости, тенденция привлекать раненых людей, нежная, заботливая натура, усталость, когда рядом много людей, и их всех тянет к целительским профессиям. Это уже такой эмпат, который себя осознал, то есть он понял, что так, я понимаю, что это качество во мне есть. Да, понятно дело, что мы с вами зашли в какое-то помещение, в какую-то группу, в класс, куда угодно, где есть много людей, мы с вами сразу чувствуем энергетику этого места. Хорошо или плохо, надо присмотреться или не надо присмотреться, вы сразу видите, мы с вами видим, кто создает настроение, в общем, кто, можно сказать, энергетический лидер какого-то конкретного, какой-то конкретной группы людей. В общем, так или иначе, мы начинаем это очень сильно чувствовать, понимать. Еще по поводу того, что эмпатия идет рука об руку с нарциссизмом. И вот мы сейчас про теневую сторону эмпатии будем разговаривать, и можно будет понять, почему. Потому что мы в одной из публикаций это делали, что эмпат, сталкиваясь с какими-то болезненными переживаниями, с какими-то сложными ситуациями, принимает решение не допустить того, чтобы другой человек проходил через такие же переживания, и поэтому такие прям сильные эмпаты, они начинают ставить себя на место другого человека, пытаться понять причины, следственные связи того или иного поведения, пытаются не осуждать, а нарциссы делают наоборот. Выбор, это можно так назвать, собственно говоря, что при прохождении определенных уроков чувство эмпатии – это позитивная поляризация, а сознание эмпата, а сознание нарцисса – это негативная поляризация, что означает, что при прохождении уроков одна душа выбирает идти наверх и быть в сознании единства, и понимать, что если я испытал такую боль, значит, другой человек испытал такую боль. Душа, которая выбирает нарциссизм, и это не приговор, поверьте мне, это не приговор, нарциссы всегда могут трансформироваться в такого же эмпата, как и мы, потому что я сама бывший нарцисс, и, в общем-то, трансформация у меня прошла, из-за негативной поляризации в позитивную, поэтому нарциссы выбирают, из-за того, что они прожили определенный болезненный урок, негативную поляризацию, начинают все фокусировать на себе, что если мне было тяжело, если я переживал, значит, я сделаю все возможное для того, чтобы мне больше этого не испытывать, соответственно, они начинают свои травмы проецировать на всех других, становиться, так скажем, агрессивными периодически, находиться в состоянии защиты, в оболочке некой, которая при еще более глубокой негативной поляризации может и все другие чувства подтягивать, такие как жестокость, бессердечие, в общем, здесь уже зависит, куда душа дальше пошла, в негативную поляризацию или позитивную. Как стать более осознанным эмпатом? Как принять это качество и сделать его своим даром, а не тяжелой ношей? Значит, когда мы можем буквально чувствовать боль других людей, наша жизнь может превратиться в катание на американских горках, с экстремальными взлетами и падениями. Это знакомо, я уверена, каждому, кто сейчас смотрит это видео. Однако способность переживать страдания других также открывает нам доступ к таким глубоко жизненным эмоциям, как сострадание и любовь. Быть эмпатом – это тяжелая ноша лишь тогда, когда у нас слабое чувство собственного «я», когда у нас плохие барьеры, склонность сопротивляться эмоциям или привязываться к этим эмоциям. Поэтому сильный эмпат – это душа, которая постоянно работает с любовью к себе. То есть сильный эмпат – это человек, который умеет выстраивать свои барьеры, человек, который достаточное время уделяет себе восстановлению своих сил, душу, душа, которая становится мастером, мастером жизни, мастером проживания. Поэтому ключ к тому, чтобы стать исцеленным или сильным эмпатом, заключается в работе над развитием индивидуальной идентичности. Еще раз повторюсь, четкие границы. Непривязанность к эмоциям – это сознание обозревателя. Первый шаг к тому, чтобы стать зрелым эмпатом – это научиться прочно укореняться в своем теле. Ребята, это очень важный момент, потому что то, что я, по крайней мере, то, что я наблюдаю, часто во многих случаях, эмпаты с сильно выраженным сознанием жертвы – это эмпаты, которые очень мало двигаются. То есть это люди такие, они даже, знаете, немножко как воздушные желейки чуть-чуть, ну, в общем, либо совсем-совсем какие-то такие жахленькие. В общем, это люди, в которых… Вот представьте, да, если мы с вами представляем тонкий план. Вот здесь эмоции, здесь, здесь, здесь. Когда у нас сильный дух, мы, да, у нас и аурическое поле сильное, мы с вами защищены. Да, потому что тело излучает, клетки все излучают энергию, да, сильную, без прорехов, без каких-то дыр. А когда мы с вами вот такие вот все, и там страдаем, и здесь у нас ничего не получается, любви к себе никакой нет, еще мы поверх всего этого испытываем переживания других людей. Конечно же, нас будет с вами плющить и таращить, что там мама не горюй. Поэтому первое, на что стоит обратить внимание, это на ваши физические нагрузки. Мы вообще про физические нагрузки говорим в любой теме. Куда бы мы с вами ни обратились, духовное пробуждение, да, там, вознесение, путь к себе, любовь к себе. Все, куда бы мы с вами ни обратились, мы всегда будем с вами обращать внимание на то, что необходимо работать с телом. От этого никуда не уйти. Поэтому я сейчас перечислю несколько направлений, которые стоит обратить внимание, если вы начинаете, либо продолжаете, либо начинаете работать с физическим телом для того, чтобы быть классным, сильным, не только эмпатом, но и человеком. Это йога, естественно, дыхательные практики. Кстати говоря, мало кто знает, что дыхательными практиками реально можно прям и сбрасывать вес, балласт, и, в общем, выносливость поднимать. В общем, поэтому те, кто еще с дыхательными практиками, пока на вы, пора переходить на ты. Цигун. Я видела, что Наташа у нас, Филатова присоединилась. Цигун у нас, ребята, в последнее время такое тоже на, так скажем, на тренде, на стрие. Это работа с энергией ци, и это очень, это очень-очень хорошая работа с заземлением, и особенно вот для тех, кто сильно эмоциональный, кто очень легко выходит из равновесия, для вас, пожалуйста, обратите внимание на Цигун. Огромное количество можно видео найти для начинающих на Ютьюбе, есть в Инстаграме большое количество преподавателей. Я вот буквально недавно записалась на вебинар, у нас здесь, оказывается, на Бали есть специалист, который проводит вебинары, в общем, обратите внимание на Цигун. Вот. Еще такая есть техника, как прогрессирующее расслабление мышц, это, в общем, работа с телом, осознанная, когда вы с помощью определенных упражнений расслабляете, да, осознанно ту или иную часть своего тела, потому что, когда мы с вами все эти эмоции на себя прилепляем, мы там сами со своими делами страдаем, да, там трансформируемся, а еще и нас там сверху добавку, вот так вот, то, конечно, все это застревает, и застревает это все на физическом плане, поэтому расслабление мышц просто необходимо. Собственно, ну, расслабление мышц, оно присутствует и в йоге, и в Цигун. Любая техника, любые упражнения, которые помогут выйти из ума и пережить настоящий момент без осуждения и без сопротивления, то есть, это работа, ну, естественно, не только с телом, но и с духом. Давайте теперь поговорим про темных эмпатов. Есть и такое, ребят, и я встречала и не раз, и сама была темным эмпатом, и со многим, я думаю, это сейчас срезонирует. Важно помнить, что эмпаты, это обычные люди, это любой человек, у которого есть душа, как я и сказала в самом начале. Просто, когда эмпатия развивается, развивается чувствительность, развивается чувствительность к внутреннему миру других людей, развивается понимание, да, почему они действуют тем или иным способом. Поэтому быть эмпатом иногда может быть использовано не по назначению. Это значит, что можно понимать то, что проживает другой человек и использовать это против него. то есть темные эмпаты, это люди, которые, ну, грубо говоря, это манипуляторы. Когда вы знаете, что кому-то может быть плохо, когда вы знаете, на какую кнопку надавить, когда вы знаете, да, вы можете в принципе себя диссоциировать от человека, просто понимать, какие эмоции он испытывает. Вы можете периодически сами там где-то даже испытывать те же самые эмоции, да, там вы кому-то, ну, использовали против кого-то вот это знание, что переживает человек, потому что, да, не смогли с собой совладать, например, вот вам надо было, вам было выгодно в тот момент манипулировать этим человеком, и потом вы начинаете тоже из-за этого переживать. Поэтому это теневая сторона эмпатии, когда наши собственные маятники начинают нас раскачивать, и мы можем в раскачанном состоянии использовать свой дар эмпатии против кого-то и не по назначению. Вот, таким образом, кстати, вот как мы и говорили с вами про нарциссов, это получается такой нарциссический эмпат, то есть использование этого дара для своей выгоды, что вот служение себе. Также какие могут быть особенности темных эмпатов? Они могут думать, что они более особенные, чем другие, и это, кстати, я в комментарии один раз увидела, такое, что ну вот мы такие особенные, нам такая вот достала, даже когда это, знаете, в таком формате, что какие мы бедные, несчастные, какие мы мученики, это тоже темная сторона эмпатии. Никакие мы не мученики, мы совершенно спокойно можем со всем работать, и это никакой дополнительной уникальности нам, ну, не то чтобы уникальность нам это дает, но это нас не делает лучше, чем кто-то другой. Такие теневые эмпаты, они часто не могут справиться с критикой, то есть, когда ты начинаешь обращать внимание на то, что вот здесь возможно ты манипулируешь еще что-то, у них все, там сразу разрывается пукан, и, значит, все за ними следующие реакции, они жаждут восхищения и одобрения, они очень любят внимание, что вот смотрите, какое-то у нас великолепная святая душа, там, значит, кому-то помогла и так далее, не могут иногда увидеть себя со стороны, да, и они бывают мстительными, такое, ребят, тоже бывает, поэтому, если вы всегда с вами на все стараемся смотреть объективно, потому что особенно сейчас у нас вот это время, когда огромное количество людей пробуждается и начинается вот эта вся история, моя духовность духовнее, чем твоя, я там лучше знаю, а ты там вот это вот все, поэтому темные эмпаты тоже актуальны, особенно сейчас. Давайте теперь будет, по-моему, у меня восемь сейчас, восемь способов, как стать сильным уравновешенным эмпатом, да, мы с вами уже рассказали про физические нагрузки, и сейчас еще несколько таких техник или осознаний, которые вам помогут лучше и спокойнее проживать, вот сейчас, особенно вот это время турбулентности, для тех, у кого был именно запрос, да, что мне делать, что мне тяжело. Первое, вам не нужно брать на себя ответственность за других людей, вот это сейчас очень распространенная ситуация, когда вы чувствуете боль других людей, вы чувствуете страх других людей, и нам всем сразу хочется помочь, побежать, лечь на амбразуру, помощь, я уже тоже об этом много раз говорила, помощь нужна тогда, когда вы понимаете, что у вас о ней попросили, вы можете информировать мягко, еще что-то сделать, но против воли человека не нужно бежать, с пеной у рта там что-то доказывать, спасать кого-то, не нужно на себя брать ответственность за жизнь другого человека, мы в первую очередь несем ответственность за самих себя, за самих себя, да, что помните, что есть только то, что вы действительно можете сделать, чтобы помочь другим человеком, да, что мы можем попытаться помочь, направить, да, как считаем нужным, но в конце концов человек, человек, испытывающий переживания определенные, должен быть готов помочь себе сам, это золотое правило, дальше, а, здесь еще прям хочу зачитать этот абзац, часто наша заботливая натура закрывает нам глаза на тот факт, что многие люди не хотят или не готовы исправляться, потому что они довольны безопасностью своих страданий, здесь это очень важный момент, ребята, потому что страдать это так скажем, как бы это сейчас грубо и бессердечно не звучало, но страдать это выгодно, потому что страдание это неотъемлемая часть сознания жертва, что в принципе многие из страданий мы можем абсолютно быстро и экологично проживать, чувствовать, не блокировать это все, но уже зная, тем более сейчас понимая, что у нас такое и скачивание, и загрузки, и в общем резонанс все нам помогает, поэтому сейчас чем быстрее мы осознаем, что здесь я отключаю страдалицу или мученика эмпатичного тем более, нужно прям быстро перестраиваться, двигаться дальше. Следующее, второе, позвольте себе почувствовать свои переживания. Звучит нелогично, но это важный шаг, потому что мы иногда чувствуем, что нам некомфортно, нам больно, нам грустно, нам одиноко, мы тревожимся, волнуемся и начинается из крайности в крайность у нас может быть, либо вообще типа этого не существует притворяться, либо как сказать, ну либо слишком поддаться этому потоку переживания и вообще многие знают, что это такое, все, мы за какую-то эмоцию зацепились и все, и давай мы ее мусолить и ночью, и днем, и нам вот прям хочется туда иногда вот так вот это вот расковырять, знаете, как вот любят некоторые ковырять, там прыщи, раны какие-то, там я не знаю, в общем, и вот здесь то же самое, поэтому что здесь я имею в виду под тем, чтобы позволить себе прочувствовать, это значит, что мы не сидим, не ковыряемся в этом, а мы используем нормальный инструмент, ребят, дневник, дневник, журнал, я, кстати, сейчас делаю суперзвезду в варианте, что можно будет ее прям скачать и распечатать, те, кто на волшебном пенделе у меня бы были, ребят, у нас будет с чем еще поработать, в общем, когда у вас прям есть определенные там упражнения и практики, которые вы просто садитесь и записываете, это и есть осознанность, когда вы работаете уже с инструментами, а не просто, ну, с рабочими инструментами, а не просто уноситесь вдаль страдания, так, третье, это такое, ребят, ловушка, особенно для тех, кто уже понял, я эмпат, начинается вообще все оправдываться этим, понимаете, да, что здесь такая скользкая дорожка, почему я говорю, да, вести дневник, потому что тогда можно реально отследить, это сейчас вы переживаете чью-то ситуацию, чью-то эмоцию или свою личную, и поэтому прям, прям, введите такие колонки, там, переживаю то-то, то-то, и потом, ну, прям, старайтесь понимать, я свою пытаюсь боль сейчас проецировать на кого-то, или я действительно понимаю, как кто-то сейчас, например, страдает, да, там, переживает, опять же, эмпатия, это не только переживание плохих эмоций, это и хорошие эмоции, но когда мы переживаем хорошие эмоции с кем-то другим, у нас вопросов не возникает, как с этим справляться, правильно, поэтому мы в этом эфире, конечно же, делаем акцент, как облегчить свою эмпатию, да, и как стать классным эмпатом, когда сложные переживания, тяжелые, вот, поэтому не проецируйте свою боль на кого-то другого, здесь тоже должна быть осознанность в том, что да, сейчас это моя эмоция, и мне нужно с этим что-то сделать, да, не путать ее с тем, что, а, ну это кто-то там страдает, поэтому я тоже страдалец. Будьте внимательны к своему разговору с самим собой, это очень сейчас тоже на острие, у красной линии, это момент самооценки любви к себе, потому что эмпаты с низкой самооценкой будут страдать гораздо больше, чем люди со здоровой и сбалансированной самооценкой. Что я здесь имею в виду, что, естественно, сейчас многие принимают волевые решения, многие меняют кардинально свою жизнь, они, там, кто-то уходит из отношений, с работы и так далее, и чем меньше в нас уверенности, тем больше мы с вами будем переживать, что мы кого-то подвели, что мы сделали что-то плохое, испытывать чувство стыда и вины, вот, поэтому обратите тоже на это внимание. Здесь я прям настоятельно рекомендую эту работу с уверенностью в себе, с любовью к себе. Кому, в общем, любовь к себе у нас есть отдельные уроки и уверенность в себе, ребята, это работа с сакральной чакрой, поэтому так и набирать сакральная чакра, какие там, в общем, практики и так далее, ну, и в уроках у меня есть молодцы, огурцы, тоже работа с сакральной чакрой, с уверенностью в себе, в общем, проблем найти информацию нету, и, так скажем, я тоже велосипед не изобретаю, поэтому здесь самое главное найдите ту информацию, которая вам, с вами резонирует, подача, да, и, в общем, вы понимаете, что вы можете это делать. Так, дальше. здесь такой момент, он называется экранирование, экранирование работает, ребята, на долгосрочной основе, что такое экранирование, это когда вы на себя ставите такую, типа, непроницаемую защиту, и вот это, например, для меня работает, если я понимаю, что я куда-то захожу, вот с сильной энергетикой, где много негативных людей, типа, например, супермаркета, да, или какую-нибудь там, какая-нибудь вечеринка, а я там знаю, что там есть люди, которым я не нравлюсь, вот, это вы ставите на себя экраны, просто, ну, чтобы вам не ощущать, да, вот это, вы ставите экран, но бывает эмпаты, опять же, с низкой самооценкой, которые экранирование начинают использовать везде, это работает классно, потому что, когда вы намеренно ставите на себя энергетическую защиту, экран, именно, не защиту, а экран, да, то, что, все, непробиваемое, это круто, это круто, но, так скажем, все, все равно это не работает с причиной, поэтому, когда вам слишком тяжело, вы можете ставить на себя экран, когда, а потом, в остальное время, все-таки, работаете над, надо самооценкой, над любовью к себе, вот, поэтому, лучше всего работать над непривязанностью к эмоциям и пониманием того, что негативные эмоции, это, в первую очередь, зеркало другого человека на вас, да, и вы можете кожей там чувствовать, что вы кому-то не нравитесь, кожа чувствует, что на вас кто-то не так смотрит, в общем, здесь работай и со своей тенью, в общем, у нас все всегда взаимосвязано. Дальше. Вот здесь сейчас мы прям подробнее останавливаемся на осознанности, на полезных техниках осознанности. И здесь прям я подчеркну еще раз. Пение, танцы, смех, плач, любой контакт, вхождение со своим телом, внимательность к своему телу, понимание у меня здесь зажало, там прищемило, тут болит, с чем это может быть связано. Это еще один осознанный способ понимания, как работать со своим даром эмпатии. Когда вы уже понимаете, что у меня здесь прищемило, защемило, от чьей-то другой эмоции вы уже это выяснили, проанализировали, срефлексировали и полезли дальше по психосоматике искать, почему у меня тело на это отреагировало, с какой частью, с каким аспектом моей жизни связана та или иная физическая реакция. Дальше, как я уже сказала, повторение мать-учения, это ведение дневника, есть дневники эмпата, есть книжки про эмпатов, но сейчас сильно я не люблю информации заморачивать, потому что сейчас намного быстрее и проще, если нам надо было раньше для осознания реально книги прочитать, в общем тяжелее шел процесс, сейчас мы с вами на интуитивном уровне очень много понимаем, на энергетическом уровне очень много понимаем, поэтому вас прям намереваю заведите пожалуйста себе блокнот, который будет вашим 5D ежедневником, это все кто со мной работает на волшебном пенделе знают, мы заводим этот блокнот и все, это наш 5D ежедневник, мы туда и пишем и мысли свои, и манифесты, и практики там делаем те, где надо писать, и в общем ведем классную работу с собой, и как я уже сказала в самом начале, потенциал эмпата есть у абсолютно каждого человека, у человека с душой, поэтому не нужно думать, что мы такие, какие-то прям лучше, чем кто-то другой, эмпаты мы все, просто кто-то это осознает, кто-то нет, кто-то позитивно поляризованный эмпат, кто-то негативно поляризованный эмпат, кто-то осознанный, кто-то еще пока в пути. Да, на такой позитивной ноте закончим, что эмпаты обладают прекрасными, даже порой сверхъестественными способностями, но настоящая красота заключается в том, что эти способности не ограничиваются только лишь, так скажем, какой-то группой людей, или не ограничиваются только лишь тем, что это моя ноша, все, понес как крест. Такого рода чувствительность это наше естественное состояние бытия, и это залог того, что мы начинаем понимать, как мы устроены, и именно с помощью эмпатии мы идем к сознанию единства, когда мы не осуждаем, когда мы прощаем, когда мы сострадательны, именно это открывает дар эмпатии. Понимание того, что быть эмпатом, это органическое состояние, помогает нам оставаться скромными, сосредоточенными, уравновешенными, сострадательными и понимающими. Вот. Поэтому высший пилотаж это когда мы проживаем переживания или страдания другого человека, когда мы можем это понять, что мы это пропускаем через себя, но мы знаем, как этому человеку можно помочь и энергетически, и в общем можем мы самое крутой пилотаж, когда мы можем через себя трансформировать переживания другого человека и дать ему энергию пройти через это тоже, через эту информацию. Так, ну что, поднимаюсь к вопросам. Надеюсь, что эта информация была полезна, особенно тем, кто спрашивал, кому вот прям некомфортно, кто понимает, что сильно беспокоится, переживает и страдает, особенно сейчас, тем более коллективно. Сейчас очень много где ну это тоже, кстати, кто-то в комментариях писал, что у нас там земля, мир горит, а вы тут вот это вот постите. Ребят, будет еще хуже. Мы сейчас с вами на планете рассредоточены там, где мы должны находиться. Каждая душа сейчас проходит тот урок, который должна пройти. Наша задача сейчас прийти на помощь, когда эта помощь нужна, и уж быть истеричками и вот так вот носиться там и говорить господи, какой кошмар, все пропало, все умрем, точно никому не поможет. Поэтому кто там квакает в комментариях по поводу того, что значит слишком позитивный у нас комментарий, пойдите, смотрите новости и тогда вы попадете в свою среду обитания, где вам все будет нормально. Так Спектрал 78 пишет мышление в негативном контексте в нашем случае недопустимо. Допустимо все, давайте не будем вот так прям категорично выражаться, все-таки мы с вами люди, мы еще пока не достигли сознания Христа, поэтому есть еще, знаете, у многих сейчас синдром отличника, мы все прекрасно понимаем, что мы находимся в состоянии трансформации и бывают откаты, и ну я пока не знаю ни одного человека, кто постоянно бы находился в позитивном мышлении, ну пока не знаю таких людей, поэтому да, есть люди, которые более, намного более центрированные, спокойно, уже более спокойно проживают какие-то ну недопустимо, хорошо это на словах звучит, а мастерство это развиваемо, Наташа пишет всем добра и тебе добра так и снова пишет спектрал эмпатия удел утонченного душевного восприятия просто я бы назвала просто душевного восприятия эмпатия для всех у кого есть душа и снова пишет спектрал обратная сторона эмпатии чувствует деструктивные вибрации поэтому нахождение в разношерстной толпе нецелесообразно поэтому нужно работать над собой я здесь так же и говорю когда понимаете что я еще пока слаб эмпатия не надо идти на стадион с болельщиками если понимаете что вы становитесь прям твердо на ногах вы знаете как вы можете себя защитить вы знаете как быть наблюдателем и так далее вам уже будет все по барабану хоть куда вы можете пойти и никто так ну спектрал короче у нас я знаю что вы у нас любите значит вот это все но в общем я когда подобного формата мы с вами общались в личных сообщениях по поводу того что у нас вирус зла существует но как сказать ребят есть есть тексты написанные а есть жизнь вот прочитать и написать можно все что угодно так же как и я пишу публикации и я пишу это часто для себя для того что вот мое намерение кем я хочу стать я ну есть жизнь и мы все люди и мы все находимся каждый день сталкиваемся с теми или иными ситуациями поэтому моя здесь задача в видео говорить о том что мы все люди и я тут не буду сидеть придуриваться что я достигла уже такого вообще просветления что посмотрите на меня и вот это все так что помогает при консультировании диагностики согласна эмпатов надурить невозможно вот у меня все последние ситуации с моим близнецовым пламенем я уже издалека знаю что там сейчас начнется по одному тому же сценарию и я сама себе вообще супер поставила супер класс пятерка с плюсом за то что я перестала на маятнике вестись и в этом эмпатия мне помогла так «все снова пишет спектрал нынешнее воплощение возможностей шанс преображения проявить чистоту души жить по природе души ее божественности темные манипуляторы если банально занимаются отъемом энергии это все понятно мы здесь просто в этом эфире не совсем об этом говорим так же не пишет давно эфир идет мне кажется минут давно идет почти час я не ожидала так лилия судакова что делать если все мои желания исполняют близкие но для себя это я так транслирую слишком сильно о желаниях не говорю вслух я не понимаю какой-то в этом для вас урок но близкие исполняют для себя значит короче не знаю как-то у меня это не не вяжется чему-то вас научить это пытается ситуации dreamer xx wonderland как контролировать чтобы не принимать других энергию контролировать это не контроль ребята это мастерство сознание обозревателя когда ведите дневник ведите дневник и занимайтесь практиками укрепляете тело свое тело дух здесь ребятки у меня советы будут все одни и те же как бы просто я знаю уже прекрасно что все у нас сознание все ждут волшебную таблетку но к активным действием надо реально пинать прямо кого-то вот так вот зашкварник как наташа говорит что там уже уже тело надо просто нести нести зашкварник потому что говорить много кто может а так чтобы взяться и каждый день выполнять какое-то действие пока не дни не у всех есть силу духа силу духа нужно поднимать и знаете если что вы реагируете на многое знаете если что у вас чтобы восприимчивые нужно заниматься физическим здоровьем физическим здоровьем и дыханием так как я могу объяснить квантовый скачок я не понимаю вопрос как у меня есть цена эта тема отдельный эфир целый называется квантовый переход так 7 северный северный с 1331 здравствуйте как ставить экран ребят набираете практика практика установка энергетического экрана все все просто так и вообще я давайте еще такое лирическое отступление многие ленятся искать вот прямо до такой степени ленится что спрашивают какой сегодня показатель резонанса шумана ребят ну давайте уже как-то в общем то что можно найти самостоятельно это не к вашему вопросу не совершенно просто у меня уже дальше пошла мысль то что можно найти самостоятельно ребята ищите пожалуйста информацию самостоятельно не ждите что вам на блюдце вот так вот придут и принесут так гоу арина гоу говорит наташа спасибо и глаза сердечки и лицо сердечки и все в сердечках так dream dreamer x wonderland когда иногда кажется что через тебя у других исцеляешь что что ты хочешь для себя потому что мы все единое целое и все верно вы написали так finder про может лилия слышит желание близких и принимает их за свои классная трактовка вообще супер я не удивлюсь и ну я бы если честно радовалась бы как как супер обезьянка если бы мои у моих близких исполнялись бы мои желания мне кажется я бы даже наверно больше радовалась чем если бы это исполнялось у меня если честно так так аши тета почему начинают болеть дети когда работаешь в энергиях с людьми как это минимизировать как минимизировать риски это очень индивидуальная ситуация ребята я такие советы на право на лево не раздаю так лилия судакова стараюсь разделять свои чужие но не исключено конечно так последнее время нет сил это из-за львиных врат супер энергии нет силу и по многим причинам но врата льва энергию наоборот дают поэтому чем ближе мы к еще знаете чем может быть связано что это заканчивал сейчас какой там тут у нас особенное событие планетарное что это новая луна львида что это врата льва и что-то там лев в солнце в общем там три очень редкие три события которые очень редкие совместно вот поэтому манифестация будет невероятно мощный мы с вами обязательно как мы подготовимся все вместе так поэтому энергии может не быть потому что месяц подходит к концу и ну естественно очень большого очень много факторов так наташа моя пишет наташ может организовать курс молодого бойца для импад я согласна у меня была такая идея и да давай наташ на эту тему подумаем у меня прям была идея и запустим прям этот голосовалку stories и обязательно сделаем потому что ну это касается всех принципе ну и многих подтянет и поможет оставаться центрированными да и поможет помогать тем кому хуже чем нам а поверьте уж их большое количество тех кого там так кошмарит что если уж нас иногда кошмарит представьте как кошмарит других тех кто вообще не понимает что происходит вот так ну что ребята будем с вами закругляться женя пишет поддерживаю про курс жену если женька наша пишет то точно все же все голосовалку отменяем все добро так вот еще и света пишет сурово или сурово я не забыл доверение за что да да все давайте тогда мы с нашей командой света сыра с наташей подумаем над программой чтобы было это увлекательно весело классно чтобы мы из желейных и страдальческих эмпатов превратились супер классных мощных энергетических столбов красивых вот все выкладываю эфир всех люблю обнимаю целую нормально мы с вами так прям часок потрындели все пока пока